Я спрашиваю, вы говорите, не вери мне, чтобы мы вообще оставили их всех в разбитом состоянии. Я пришел к своему учителю, я у него спрашиваю, я у тебя то, что сейчас изучаю, мне сейчас 30 лет, 33 года мне было, в 79 году, я уже побывал до него во многих местах, я нахожусь в правильном месте или нет? Мне сейчас 33, мне когда-нибудь будет, допустим, 73, пройдет 40 лет. И я могу сказать, что я научился чему-то в правильном месте у правильного учителя. Я постиг то, что я хочу постичь. Он говорит, а я не знаю, иди и проверяй. Представляете, услышите это от такого человека? Замечательно. Ему было 75 лет. Как замечательно. Может быть, это уловка? Конечно, что это было уловка, и он меня заставил. Он говорит, поезжай туда, посмотри, как и все. Тебе замечательно. Но то, что он ответил так, это уже подкупает. Это не закрывает глаза, но это отношение к миру, что никому верить нельзя. И даже самому себе. Это сначала должен настроить свой понятий на аппарат. Понять, почему и кабыла этим занимается. Она сначала раскрывает вам ваши возможности, какие они ограничены, и почему вы воспринимаете только наш мир. Как расширить диапазон ваших ощущений, чтобы начинать ощущать высший мир. А высший мир – это система управления нашим миром. И как начать ее управлять, входить в эту систему. Не управлять, можно сказать, мягче, воздействовать. И вот здесь вы начинаете раскрывать, что есть такие люди в мире, которых Авраам выбрал еще тогда, и сегодня они существуют. Все те, кто испытывают к этому стремление, не обязательно, что это евреи должны быть, но все испытывающие стремление к исправлению, к постижению целей жизни, они могут войти в ощущение этой системы и воздействовать на нее. Только так мы приведем нашу жизнь к доброму состоянию. Продолжение следует...